Здравствуйте, друзья! Ответы на Ваши вопросы из социальной сети Елицы. Первый вопрос. Как Вы думаете, стоит ли рожать, например, 10 детей, когда на данный момент прокормить можешь только одного, так как квартиру в аренду снимаем? Вопрос как-то у Вас очень интересно задан. Десять и один – это все-таки большая разница. Может быть, конечно, такая ситуация, что Ваша супруга, если Вы муж, беременна девятью малышами, а один у Вас уже есть. Ну, тогда понимаю, тогда вопрос, да, имеет место быть. Конечно. Ну, а если так, то куда деваться-то? Что тут сделаешь? Уже все, уже поводится. Поздно уже. Детки-то уже есть. Что их теперь убивать что-либо будете? Я хочу Вам, знаете, что рассказать? Одну историю. Сначала к чему? Вот у Вас здесь фраза такая, которая как-то режет слух. Прям режет. На данный момент прокормить можешь только одного. Вот что значит прокормить? Что значит можешь прокормить? Вот в это понятие «прокормить» что входит? Что туда помещается конкретно? Потому что это очень растяжимое понятие. Как-то, по-моему, отец Дмитрий Смирнов рассказывал, я сейчас не помню историю, когда женщина пришла в храм к священнику, расстроенная очень такая, в слезах. И говорит, что муж заставляет делать аборт. Она беременная, у них один ребенок есть. И заставляет делать аборт – основание. Почему? Он говорит, что нечего нищету разводить. Вот основание. Батюшка ее выслушал как-то, принял участие. Такое горе у нее. И говорит, что ты знаешь что. Может быть, как-то с мужем поговорить. Но если уж совсем будет плохо, мы готовы прямо помочь. Вот прямо есть приход, он может помочь. Ну, допустим, клич бросить прихожанам, чтобы собрать одежду, пеленки, коляски кто может поможет, кто еще чем. В общем, продуктами может поможет, даже деньгами на первых порах. По крайней мере, хоть что-то там как-то мы примем участие. Если же мы Вас возьмем на свое попечение, то как-то поможем. Она все это выслушала и сказала. Да Вы знаете, батюшка, спасибо Вам, конечно, за Ваше доброе сердце. Но дело в том, что мой муж зарабатывает столько денег, что он может содержать и Вас, и Ваш приход, и все здесь, за свою зарплату. Но при этом нечего нищету разводить. Что такое разводить нищету? Что значит прокормить можно? Что в понятие «прокормить» входит? Красная икра туда входит? Например, что туда входит? Это что, просто чтобы с голоду не пух ребенок, что конкретно? И потом, какая-то ведь и надежда и на Бога должна быть. Если, грубо говоря, Господь дал дитя, то даст и возможности, и силы. И в этой связи, опять же, хочу рассказать советский яролаж. Яролаж советских времен еще, помню, с детства своего. Там, значит, суть такая. Решил там один парень, в общем, футбольная команда там у них какая-то, видимо. Он говорит, вот вратаря нужно воспитать так, чтобы он брал любые мячи. Как его воспитывать от вратаря? Он говорит, а вот по бразильской системе. Поставили там два портфеля, отметили ворота, а сзади витрина. То есть, там ворот-то нет, но там витрина большая, и там то ли парикмахерская, то ли что-то там, какое-то там предприятие. И поставили этого паренька в это ворота. Мяч на точку, и все. Он говорит, ребята, вы что, тут же стекло сзади. Он говорит, все нормально, по бразильской системе. И попробуй не взять. Разбегается ба-бах по этому мячу. А куда ему деваться? Он прыг за мячиком, потом ба-бах, он прыг второй раз. И вот так и прыгал. Так вот и здесь у вас тоже. Если у вас уже один есть, и денег хватает только на то, чтобы его прокормить и квартиру в аренду снимать, значит, есть хороший повод поднять как-то там себя. И шагом марш искать другую работу. Лучше оплачиваемую, более удобную, вторую работу взять. Есть возможность поступить, может быть, вторую выше получать, на заочное, чтобы потом на будущее. Они же дети растут, им же потом тоже нужно будет. И деньги нужны, все. По бразильской системе. И попробуй не взять. А куда деваться? Вперед. Хороший стимул. Вот так вот и происходит. А так как вот? Можешь прокормить только одного. И все. И что? Сел, ручки сложил и сидеть? Ну и потом, тоже хороший повод Вам в следующий раз, когда Вы уединитесь, думать немножко другими местами. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, простыми словами, если можно, с примерами. Что означает фраза «Муж двоедушен, не устроен во всех путях своих». Читал толкование этого высказания в интернете, но не особо понятно, о чем это. Это Иаков, 1 глава, 8 стих. Я, к сожалению, не посмотрел, что-то я не глянул контекста всего. Но вот эту фразу я могу Вам так объяснить, как я ее понимаю, вот здесь написано. «Муж двоедушен, не устроен во всех путях своих». Речь идет о человеке, так обычно обращается к человеку. Двоедушен, то есть лицемер, двуличный, который не устроен во всех путях своих. То есть на каких путях жизненных он ни был, ни находился бы, какими бы путями он ни шел, он не устроен там, ни там, ни там, ни там. То есть у него ничего не будет. Он не устроен, но как-то у него не пойдет дело, потому что он двоедушен. Муж двоедушен, не устроен во всех путях своих. Мне кажется, здесь вообще по-русски написано. Я даже не понимаю, где Вы там особо увидели затруднения. Ну ладно, как смог. Следующий вопрос. «Если Вам нетрудно, прошу Вас поговорить о стеснительности. Это страсть или недостаток? В чем ее суть? Чем питается? Какими мыслями подпитывается? Как бороться с ней?» И тут дополнение еще о стеснительности. «Вот я не глупый человек и начитанный, а стеснительность иногда мешает общаться с людьми. Порой даже пасую перед людьми из-за стеснительности. Как с этим бороться? По Вам видно, что Вы не стеснительный человек, так как все рассказываете четко и непринужденно». «Не загордитесь, у меня так не получается. Я бы не сказал, что я болезненный и сверх стеснительный. Но иногда этот недостаток мне мешает, так как при общении могу застесняться в определенный момент. Хотя стараясь не подавать виду, подскажите, как побороть стеснительность?» Что это такое? Вы спрашиваете, страсть или недостаток? Я так думаю, что это недостаток. На страсть это не тянет. На грех тоже с большой натяжкой. Но какие-то страстишки, какие-то грехи, они, конечно, себя проявляют в этой стеснительности. Потому что ее основание, как мне кажется, это смесь гремучая. Одной из составляющих – это потерять в глазах людей мнение о себе. То есть, как люди обо мне думают? А если я так скажу, что они обо мне подумают? И такая боязнь возникла, боязнь этого мнения, людского взгляда. Что они обо мне подумают и как они меня воспримут? И не буду ли я смешен в их глазах? Вот эта боязнь такая. Тут, может быть, какая-то гордынка тоже. Может быть, какое-то самомнение какое-то там, где-то там есть. Ну так, чуть-чуть. Вот это что такое. Иногда мы стесняемся, скажем, мы думаем, что если мы вот так человеку скажем, то мы его смутим. Мы не хотим его смущать. Например, он спрашивает нашего мнения о чем-то. Скажем, я вот это, вот это. Как ты думаешь, это нормально или ненормально? А нам так раз что-то не понравилось в душе, а сказать ему стесняемся. Потому что, ну, как-то вроде бы не хочется его как-то там обидеть и ставить его в неловкое положение. И как вот я его в такое положение поставлю? Вот такие вот сопли начинаем жевать, да? И говорим, да-да, вроде ничего, вроде ничего. Вот так вот. Ну, человек выслушал нас, и ладно. А потом оказалось, что чего? И он на нас обижается. Потому что говорит, ну, чего ж ты мне сразу-то не сказал? Ну, сказал бы мне, и все. А так ты меня поставил только в дурацкое положение, в неловкое. И только хуже от этого бывает. Вот так это работает. Поэтому недостаток, потому что он, эта стеснительность, она мешает и самому человеку жить нормально, спокойно. И окружающим таким человеком тоже тяжело, потому что вот он напрягает вот этой стеснительностью. А попроще вот надо быть, просто говорить, не стесняясь, прямо говорить, как есть, и все. Так всем проще, так всем проще. Но как-то пересилить вот себя, как-то заставить себя, оно как-то бывает сложновато. Кстати говоря, вы вот здесь вот пишите, по вам видно, что вы не стеснительный человек, так как все рассказываете четко и непринужденно. Вы ошибаетесь. Я очень стеснительный человек, очень, даже не представляете, насколько. И сам очень часто нахожусь в такой ситуации, когда делаю усилия над собой. Просто делаю усилия. Как вот здесь, как бороться с небес, спрашиваете, как от этого избавиться, как побороть стеснительность. А просто делать усилия над собой. Где-то перебороть себя, раз, перешагнуть и все. А как по-другому? А вы думаете, что вот вы стеснительны, а все остальные нет? Да то же самое. Просто кто-то делает шаг, усилия, предпринимает и говорит, а кто-то нет. Вот и все, вся разница. А так более-менее мы все судим о других людях по себе. Себя ставим на их место и пытаемся, а вот если я так сделаю, как бы я на его месте смотрел. И вот этого стесняемся. Это у всех работает этот механизм. Но кто-то просто берет и делает усилия, а кто-то нет. Что касается того, что я непринужденно что-то тут рассказываю, это просто привычка уже. Потому что я делаю это уже не один год. А так это все равно. Это стеснение, страх. Кстати, бывает очень тяжело мне себя заставить нажать на запись и начинать отвечать на вопросы. Отложить бы этот момент как-то тяжело, а вдруг я что-то не то, а вдруг что-то не так. Тоже такое бывает. Вы думаете, нет? Все бывает. Так что где-то себя преодолеть, оно и вам самому легче будет, и окружающим людям. Помогай Господь. Следующий вопрос. Вам очень много вопросов задают об одиночестве, в выборе спутника или спутнице жизни. Мне 28. Умом я понимаю, что надо бы задумываться о создании семьи, но мне этого совсем не хочется. Учась в институте, я встречалась с молодым человеком. Дело уже шло к свадьбе, когда я узнала, что он бисексуален. Мой мир перевернулся. Вроде и человек тот же, которого я люблю, но уже не тот. Я порвалась с ним, мы остались приятелями. Я много думала, правильно ли я поступила в тот момент. Может, надо было поговорить, простить его, понять. Кто знает, у нас была бы семья и дети. Я много читала литературу по поводу этой проблемы и так и не пришла к однозначному выводу. Теперь с кем бы я не знакомилась, я ищу в человеке подвох и нахожу его, что самое печальное. Как, по-вашему, можно вернуть веру в людей? Так, начну с вопроса, а потом прокомментирую все остальное. Как, по-моему, можно вернуть веру в людей? А что подразумевается под этим магическим термином «вера в людей»? Что туда входит в это понятие «вера в людей»? Вера в то, что люди есть и есть, случаются идеальные люди? Вера вот в это, у которых нет недостатков, у которых нет пороков. Вот в это вера или что? В чем она выражается конкретно, эта вера в людей, которую вы утеряли, а теперь нужно вернуть? Попробуйте для себя четко сформулировать ответ на этот вопрос. Когда вы попробуете это проработать, вы, может быть, придете к осознанию, что вы гоняетесь за фантомом. Нет никакой веры в людей, есть иллюзия насчет людей, иллюзия, которая рассеивается со временем по-любому, но у вас она рассеялась болезнью. А теперь вы знакомитесь с кем-то, ищите подвох какой-то, что там что-то может быть. Ищите, ищите. Ну, конечно, нашли, а как же? Вы обязательно в ком-то найдете, а как иначе? Сто процентов, никаких шансов. Даже если вам поначалу будет казаться, что человек просто идеальный, потом вы с этим человеком какое-то время пообщаетесь, может быть, замуж за него выйдете. И потом все равно вы увидите какие-то там подводные камни, которых не было видно. И у вас они есть, и у всех они есть. Только один Бог без греха, а все остальные с грехом. А как? Ну, вот можно сказать, я вас окончательно убил веру в людей, или, вернее так, развеял иллюзии по поводу иллюзии, что их можно как-то там вернуть. Будут недостатки, но в этом даже есть плюс, если хорошенько подумать. Потому что есть, например, муж и жена, а вот муж, например, может, жене, он видит в ней недостатки, видит. Но у него тоже есть свои недостатки, правда же? Вот я, например, своей супруге иногда говорю, слушай, как хорошо, что у тебя есть какой-то недостаток. Это просто замечательно. Потому что если бы ты была само совершенство, как бы я с тобой жил? Я бы жил с ощущением своей ущербности на ее фоне. Это бы просто во мне годами росло, что я такое убожество, а она само совершенство. Я вот уже 22 года с ней живу, и вот абсолютно идеально, никаких недостатков нет. Мне бы стыдно было за себя тогда самого, как бы я с ней жил? Мне было бы сложно. А так, я ее недостатки вижу, ей прощаю, а она мои недостатки знает, не прощает. И все, и живем, и не тужим, и слава Богу. И вам того же желаем, кстати говоря. Теперь вот по поводу конкретной ситуации с тем молодым человеком. Вас, видимо, эта ситуация очень потрясла. Вы тут написали, что мой мир перевернулся. Это уже фраза очень много значит. А во-вторых, вы здесь дальше пишите, что я много читал литературы по поводу этой проблемы. И вы еще много-много думали на этот счет. А может быть, надо было по-другому поступить. То есть это была внутренняя какая-то работа. Все это говорит о том, что вы очень много переживали, и вас эта ситуация действительно потрясла до глубины души. И самая главная проблема, как я сейчас понимаю для вас, это понять, вы вообще правильно поступили или нет. Так вот, по моему мнению, вы поступили абсолютно правильно. Но я хочу пояснить, что я имею в виду. Потому что здесь какая-то двусмысленность есть в моих словах сейчас. И может показаться, что я абсолютно категорически, раз он такой-сякой, то вообще даже и связываться с ним нельзя, и вы правильно сделали, что вы бросили. Я не это имею в виду. Я имею в виду такую другую ситуацию, неправильную, как можно было бы неправильно поступить. Чтобы было понятно. Неправильно можно было бы поступить так. Вот вы столкнулись с этим делом, что он оказывается бессексуален. И вас это все так потрясло. Вы сидите и думаете, боже мой, какой ужас, какой кошмар. Что же делать? Что же делать? А потом к вам пришла такая мысль. Ну ничего. Мы как-нибудь справимся. Я его смогу. Он же меня любит. Я его тоже люблю. И я его какой-то своей любовью согрею. И я так вот всю себя отдам, чтобы он понял, что он неправ. И вот он покается и изменится. И все, тогда будет полное счастье. То есть такая решимость принести себя в жертву ради любимого человека, ему помочь, его спасти. Вот это было бы жутко неправильно. Это были бы те благие намерения, которыми вымощена дорога в ад. Только ад имеется в виду тот кошмар, который бы случился с вами лет, скажем, через десять или пятнадцать, когда вы уже и пожили, и детей нарожали, и вместе уже вы пуд соли съели. А потом вдруг оказалось, что ничего, эта ваша схема не сработала. Что он таким, каким был, таким остался. Мало того, так он еще и что-то как-то реализовал свою бисексуальность. И с каким-то там мужчиной имел какие-то там отношения. Представляете, каково было бы вам в тот момент. Вот это была бы полная катастрофа. Так что правильно вы сделали в том смысле, что вы не стали, простите за мой французский, жевать сопли по этому поводу, а приняли решение для себя, что мне это неприемлемо и, следовательно, я не питаю никаких иллюзий по поводу того, что я сейчас буду такой спасительницей и так далее. То есть вы четко видите свое место, свои возможности оценили правильно, сказали, я с этим не смогу жить, поэтому, как бы мне не было бы больно, но вот до свидания. И вы остались приятелями. Вот вы здесь написали, что вы расстались, но при этом приятелями все-таки остались. Наверное, какие-то там отношения там поддерживаете, что вас очень хорошо как это характеризует. Так что, на мой взгляд, вы сделали абсолютно правильно. На вашем месте могла бы быть другая девушка, которая, может быть, рассудила бы по-другому. Это был бы ее выбор. И, может быть, он тоже был бы правильный, но это правильный ее выбор. В вашем случае, вот именно в вашем, вы сделали для себя выбор правильный. Это ваш выбор. И здесь нет такого, знаете, как объективно правильный или объективно неправильный. Это все очень субъективно. Вы правильно сделали шаг, чтобы не стали ковыряться в всяких мыслишках. Милосердие, слезливость, плаксивость, как это, к сожалению, очень часто бывает. Ну и вот трагедия вашей потери, вашего человека, она вас так сильно потрясла, что вы сейчас как-то на ней зациклились. Остается мне только выразить какую-то надежду, что, может быть, мой вопрос как-то, ясность, немножечко хотя бы внесет в вашу душу. И вы, может быть, выйдете из этого такого круга. И как-то сможете дальше решать свою судьбу. Помогай Господь вам! Следующий вопрос. У меня возник вопрос, который я никак не могу решить. В результате появляются помыслы осуждения, которым мне нечего противопоставить. Пыталась я молитвой и постом выгнать рот сей, приобретенный после занятий колдовством и обращений к колдунам. В итоге жесткого поста, который финансово был выгоден, не скрою. Гемоглобин упал настолько, что пришлось вливать донорскую кровь. Опыт сильно повлиял на работоспособность и состояние здоровья. Теперь я не могу понять, как относиться к житиям, с описаниями различных подвигов, фразам типа «молитвы» и «постом». Хотя с греческого перевода говорят, есть третий фактор изгнания. Не верить, не доверять, осуждать как? Разговоры батюшек, мол, миряне не хотят поститься, тоже неприятны. Кто в этот крест не постится, я не знаю. Сыт и голодного не разумеет, если честно, я так думаю. Простите, не знаю, как справиться с обидой и осуждением или рассуждением. Спасибо, что нашли внимание прочитать мой вопрос. Пожалуйста, я не только его прочитаю, я сейчас на него еще и отвечу. Давайте я вам отвечу так, знаете, нарисую такую картину. Вот я бес, которого вы собирались изгнать тогда. Молитвой и постом. Вот вы собирались изгнать. Вот я смотрю, собирается меня изгонять. Ага, ну-ну, ладно. А дай-ка я это, пошалю. Ну, бес, дай-ка я пошалю. Я подскакиваю так и говорю, слушай, давай молитвой и постом. Смотри, в Евангелии написано, сей рот изгоняется молитвой и постом. Так что, знаешь что, голубушка? Надо тебе взять молитвослов и прям хорошо молиться и поститься очень крепко. Смотри, там в житии, видишь, что написано? Давай-ка, давай-ка ты вот тоже так на хлебе и на воде. Это же круто! Точно очистишься от всех бесов. Вот прям сразу их ветром сдует. Я сам, как бес, я бы вам именно такие мысли впихивал. Почему? Потому что опора идет на самомнение. И вы тут раз поднялись. Я вас так мобилизовал на борьбу с собой. И вы пошли усиленно молиться и поститься. Абсолютно точно уверены. В Евангелии же написано, черным по белому. Смотрите, от Матфея глава такая-то, стих такой-то. Абсолютная уверенность, что вы делаете все правильно. Но в итоге надорвались духовно до такой степени, что мало что свое физическое здоровье подорвали, еще и свое духовное подорвали. А я как сидел, ухмыляясь, так и сижу. Добился таки своего, пошалел. Классно! Вот так. А у вас не было никаких шансов избавиться от меня? Ну, в смысле, от него. Потому что, если бы даже у вас, допустим, получилось бы, вы бы изгнали его. Господь бы посмотрел на него, думал, как она мучается глупенькая. Ну ладно, давай, изгоним так и быть. Изгнал бы. Ну и что? Что бы из этого произошло? Вы бы в какой-то момент сели, посмотрели бы на себя и сказали, «Блин, какая я молодец!» Ах, какая я молодец! Ах, какая я молодец! Ах, какая я молодец! И что? И это оправдались бы другие евангельские слова, что, когда бес исходит из человека, он ходит там, скитается по безводным, пустынным местам, но не находит себе там места нигде. Возвращается и находит дом свой чистенький и убранный. Тогда он идет, берет семь еще других, которые хуже его. И они всей толпой вселяются и живут, и бывают для человека этого последнего хуже первого. Так вот, Господь не позволил бы вам изгнать этого беса из себя, даже при всем вашем желании, при всех ваших молитвах и постах, чтобы для вас не случилось, что вы изгнали одного, а семь еще потом придет. Понятно? Потому что у вас не было никакого шанса. И вы надорвались. Физически надорвались раз, и духовно надорвались два. Сейчас никак в себя прийти не можете, потому что вы подвязались незаконно, вы слишком много на себя взяли. Было у вас самомнение, что вы справитесь. Не надо было так много на себя брать. Это опора на ваше самолюбование, на гордыню. А теперь тут еще, как относиться к житьям с описаниями различных подвигов и так далее. Не верить, не доверять, осуждать. Как? Да очень просто. Когда мы читаем жития святых, и там написано, что такой-то святой, вот такой-то подвиг на себя взял, мы должны понять, что он уже на тот момент, когда он это взял, он уже поднялся на такую высоту, что мог это сделать. Это сам факт уже свидетельствует об этом. Кроме того, в житиях святых нужно очень многое читать между строк. Очень многое. Вот это мы, кстати, не всегда умеем делать. Очень многое. И там почти везде эти между строчек, но есть хоть какое-то малюсенькое указание на особый призыв Божий. На особый призыв Божий именно к этому подвигу. Именно Господь вот так вот указал. И нигде Вы не найдете в житиях святых, где святой подвязался бы, не будучи на то призванным свыше. И раз Господь призывает, значит, это уже свидетельство того, что поднялся Он на эту ступенечку. Еще выше подвиг, не сам по себе подвиг удивителен, а то, что Он стал возможным. Вот что удивительно. Хотя подвиг, конечно, тоже. Какой-нибудь практический совет Вам? Во-первых, Вам сейчас нужно со здоровьем своим разобраться. Во-вторых, определить для себя миру поста. Как Вы будете вообще поститься? Во-первых, очень хорошая консультация с врачами должна быть, чтобы Вам доктор посоветовал, чего и как теперь Вам, чтобы это не было ущерб физическому здоровью. Понятно? Во-вторых, получить благословение священника на то, как Вы будете поститься, как Вы будете его соблюдать. И не превышайте, держите в этих рамках, соблюдайте это с осознанием своей немощности. Помогай Господь! В этом выпуске давайте последний вопрос. Хотелось бы услышать мнение относительно таких групп в социальных сетях, как православные шутят. Можно ли дошутиться? Или границы юмора очень тонкие? Границы юмора очень тонкие. И дошутиться точно можно. Если бы Вы меня спросили отношения к юмору, я бы Вам так сказал. Вообще, в жизни юмор – это хорошо. И в церковной, религиозной жизни юмор тоже хорошо. Ну, когда он уместен, конечно. И потом юмор юмору рознь. Бывает хороший такой, добрый юмор. Это прекрасно. Бывает какое-то ерничание, какие-то подколки, не знаю. Такой юмор плоский какой-то, пошлый даже. Вот это, конечно, и так можно незаметно начать высмеивать уже не просто шутить по поводу, а начинать уже высмеивать что-то. Потом мало-помалу, шаг за шагом, ты даже сам не замечаешь, как ты постепенно, постепенно все больше и больше высмеиваешь, и потом уже ничего святого не осталось, чего бы ты не обсмеял. А какое тут благоговение будет? Я вот помню, когда, будучи еще только собираясь ступить на путь служения, я проходил ставленческую исповедь у нашего духовника епархиального. И он мне тогда после исповеди сказал в качестве такого совета, он говорит, что самое такое тонкое искушение для священника – это потерять благоговение. Потому что ты постоянно находишься в алтаре, ты постоянно при таинствах. Святыни у тебя в руках вечно. То есть ты в любой момент берешь, делаешь, риторгисаешь, священно действуешь. То, к чему люди, прихожане, относятся с благоговением – для тебя это повседневность. Для них это что-то высокое и недоступное, а для тебя это обыденность бытовая. И потерять в этой ситуации благоговение – это просто большая катастрофа и тонкое искушение. Потому что как ты будешь восстанавливаться? Как ты будешь восстанавливаться? Так вот, он тогда сказал, что как не потерять, стараться выполнять мелкие вещи. То есть верный в малом во многом будет верен. Вот эта фраза применима здесь. То есть вошел в алтарь – сделай свои поклоны. Уходишь, сделай свои поклоны, не пренебрегай, не уходи так просто. Заставь себя, вернись, поклонись. Сделай так, как положено, все эти внешние атрибутики. Все соблюдай тонко, четко. Тогда не утеряешь это благоговение. А если ты вот здесь чуть-чуть положи земные поклоны. Ну ладно, положу поясные, здесь вот чуть-чуть. Ну вроде что такое. Да ничего ты не потерял. Ну подумаешь разочек. Ну немножко. Но вот так, мал по малу, оно все и теряется. Здесь профукал чуть-чуть, там профукал чуть-чуть. А в итоге в целом получилось так, что ты, оп, и благоговение куда-то испарилось. И даже не знаешь куда. Так вот и православные шутят. Тоже такая же штука может быть. Не заметить, как высмеять все на свете, и ничего не останется, никакого благоговения. Поэтому шутка – это хорошо, смех – это замечательно. Я за, я двумя руками за. Но время, причины и обстоятельства. Помогаю всем Господь, ангелу-хранителе. Надеюсь, я помог кому-нибудь внести какую-то ясность в ваши затруднения. Помощи Божьей! То есть в тихо, у меня county дамена была в вашем целом. Вотıldиния людей, – чудо мда effects. Продолжение следует...